Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Татьяна Курячая. Компания Фаберлик запускает мощнейшую мотивационную программу по рекрутингу. И она уже стартанет с четвертого каталога. Но прежде чем мы с вами рассмотрим ее, какая она замечательная и что она может вам дать, я решила записать предварительный ролик, что вообще такое рекрутинг. Дело в том, что совсем недавно я столкнулась с такой ситуацией, что люди, не все, конечно же, но есть люди, которые не понимают, что такое рекрутинг. Для многих рекрутинг – это зарегистрировать консультантов. На самом деле это все гораздо объемнее. И поэтому этот урок у нас будет направлен на объяснение, что такое на самом деле рекрутинг. Для того, чтобы вы могли подготовиться к этой программе и смогли правильно выстроить свой рекрутинг в компании Фаберлик. Итак, о чем мы будем с вами говорить? Мы будем говорить. Первое. Принципы сетевого. Принципы сетевого. Второй пункт, который я вам открою, что такое рекрутинг. Что такое рекрутинг? Третий пункт, который я вам открою – разработка цели своего рекрутинга. Я напишу – разработка цели своего рекрутинга. И четвертый пункт – это мотивационные программы для усиления эффективности. Мотивационные программы для усиления эффективности. Вот эти четыре направления мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, приступаем. Принцип сетевого. Принцип сетевого. Вы все знаете, что такое сетевой маркетинг. Вы все знаете, что такое компания Фаберлик. Но я решила сделать общий акцент, вообще, какие существуют принципы в сетевом маркетинге. Потому что очень многие путают сетевые компании с денежными пирамидами. И воспринимают иногда сетевую компанию как денежную пирамиду. Но это абсолютно разные свойства. И у меня есть статьи, вы можете более подробно об этом прочитать. Мы просто сейчас несколько пунктов запишем, что такое сетевая компания. Точнее, как можно понять, что это на самом деле сетевая компания. Или как можно объяснить тем людям, которых вы будете приглашать, что вы действительно сетевая компания, а не денежная пирамида. Первое, что самое важное в сетевом маркетинге, это экономия. Экономия. Точнее, это пользование. Когда вы будете предлагать людям Фаберлик, вы должны обязательно сказать, что они имеют право пользоваться продуктом, но при этом экономить свои средства, а особенно сейчас в кризис, это актуально. Что они получат от этого? Они получат от этого удовольствие. То есть они используют продукт, получают от него удовольствие и получают удовольствие от того, что экономят. Второй пункт принципов сетевого маркетинга – это продажи. Продажи могут быть как консультационные, могут просто отдали каталог, получили заказ и продали. Это зависит от самого человека, насколько он действительно хотел бы делать эти продажи. Я знаю, что у меня огромное количество привилегированных покупателей, они так между делом делают эти продажи. Но в то же время у меня большое количество людей, которые конкретно занимаются консультационными продажами. И тогда, ну в любом случае, или маленький, или большой, но это дополнительный доход. Дополнительный доход. Если человек продает на большие суммы, естественно, он имеет дополнительный доход больше. Если он продает на маленькие суммы, ну я называю это карманные деньги. В любом случае, продажи дают дополнительный доход. Я знаю, что маленькое количество людей, которые продают на очень огромную сумму. Не у всех это получается. И есть еще один такой момент. Если человек просто пользуется, то он просто пользуется. А если он перестал делать продажи, то, естественно, он не получает дополнительного дохода. Поэтому, с одной стороны, продажи – это выгодно, когда вам нужны деньги, и если вам это нравится. Но вы должны четко понимать, что это, вот пока вы продаете, дополнительный доход есть. Как только вы уехали куда-то отдыхать, или вы, предположим, не дай бог, заболели, ваши продажи закончились, соответственно, дополнительного дохода у вас больше не будет. Третий пункт. Третий пункт – это создание команды. Создание команды. Что же здесь человек получает от создания команды? Ну, во-первых, он получает удовольствие. Удовольствие от использования продукта и от экономии. Правильно? Потому что если он создает команду, но не пользуется продуктом, то тогда ему компания не будет выплачивать деньги. Следующий пункт, который он получает – это стабильно растущий доход. Стабильно растущий доход. Почему стабильно растущий доход? Потому что пока у него маленькая команда, маленькая структурка, он получает один доход. Но если он продолжает это делать регулярно, то его доход постоянно увеличивается. Это другие выплаты по объемной скидке. Когда он достигает квалификации, он получает бонусы всевозможные. Квалификационные бонусы за быстрый старт, бонус за стабильность, бонус развития, материнские бонусы и все остальное. Это большие шикарные суммы, и мы с вами будем говорить об этом. Обязательно я вам расскажу полностью, какие бонусы существуют в компании Faberlic. Итак, он получает стабильно растущий доход. Потому что если вы приводите к себе в команду людей, если вы строите свою структуру, то она в любом случае начнет увеличиваться. Если вы прекращаете, но по крайней мере вы достигли какой-то квалификации, небольшой и небольшой доход вы получаете. Но он гораздо выше, чем с продаж. Что происходит дальше? Что еще получает человек? Это переход от рутинной работы к свободе в выборе. В выборе. Смотрите. Я вот здесь сказала удовольствие от экономии и пользования. Вы, конечно же, можете продавать. Никто вам этого не запрещал. Вы можете строить структуру и заниматься продажами. То есть у вас есть выбор. Или вы экономите просто и приобретаете продукт для себя, или вы продаете. Но вы в любом случае все равно рекрутируете людей в свою команду. Что значит переход от рутинной работы к свободе в выборе? Это значит, когда у вас появляется большое количество людей, то у вас появляется определенный доход от компании. И, соответственно, уже вы выбираете то время, как вы будете работать, то количество затраченных своих сил, то количество времени, которое вы инвестируете, и то количество денег, которое вы планируете инвестировать в свой бизнес. В начале, конечно же, есть рутинная работа, но без этого никуда. Если вы не потрудитесь, то вы ничего не получите. Но зато потом все упрощается. С одной стороны, вроде бы вы становитесь руководителем и управленцем, и вроде бы это сложнее, чем просто приглашать или просто продавать. Но с другой стороны, это вы уже решаете, в какое время вы проводите бизнес-встречи, в какое время вы обучаете. Вы становитесь хозяином своей жизни. Поэтому переходит от рутинной работы к свободе в выборе. Смотрите, как же это происходит? Что же происходит такого? Вот здесь вот. Естественно, через рекрутинг. Через рекрутинг. Какие виды рекрутинга бывают? Методов огромное количество. Но я напишу просто вам два пункта, в которых важно развиваться. Потому что если вы будете оба пункта использовать, тогда ваше развитие станет гораздо сильнее и гораздо быстрее. Один из пунктов развития – это оффлайн. Я это иногда называю на земле. То есть там, где вы находитесь, там, где вы работаете. То есть вы вживую встречаетесь с людьми, общаетесь, разговариваете, привлекаете, используете рекрутинг. И онлайн. Онлайн рекрутинг, он упрощает ваше время, потому что вы можете находиться дома, делать какие-то свои дела и в то же время онлайн рекрутировать. Для этого, вы знаете, есть у нас курс шикарный, который вы можете использовать, взять и получить 33 удовольствия. Я работаю по двум направлениям. И оффлайн, и онлайн. Мне это приносит очень большую выгоду. Потому что это, знаете, как усиление двух крыльев. Онлайн – это другие территории, это другие города, это другие страны. То есть вам не нужно туда уже ехать. Вы можете это сделать, сидя у себя в офисе, сидя у себя дома, там, где есть интернет. Оффлайн – это тот город, тот населенный пункт, в котором вы живете. И только от вас зависит, насколько будет Фаберлик продвинут именно в вашем городе. Давайте посмотрим, что может усилить оффлайн и онлайн рекрутинг. Очень важно не просто рекрутировать, а очень важно именно усилить. Какое же усиление может произойти? Усиление. Усиление всегда происходит через несколько пунктов. Один из пунктов – это вы делаете сами. Если вы не делаете сами, и только ваши люди делают, тогда они вас посадят в директорскую корзину, тогда у вас не будет новых квалификаций, тогда вы просто-напросто будете потихонечку двигаться. В моей структуре есть лидер один, которая выстроила структуру в глубину, а не только в ширину. И так получается, что у нее один за другим лидеры растут в глубине. И получается ситуация такова. Каждый догоняет другого, то есть подталкивает. С одной стороны, это называется свеча, очень хороший момент. Но с другой стороны, получается, что каждый лидер максимально не может получить тот доход, который он может иметь, если он будет рекрутировать сам. Дальше рекрутирует, потом необходимо обучает людей, обучает людей рекрутировать. То есть он приглашает, потом обучает. Следующий пункт, который происходит, это люди его рекрутируют. Уже в свою структуру рекрутируют. Дальше следующий процесс. Не просто рекрутируют, а уже они обучают своих людей. Если вы этот процесс поставите, что это будет постоянно, то есть это будет постоянно вот так вот двигаться, постоянно двигаться, не останавливаясь, то это называется дубликация. Дубликация. Если вы выстроите дубликацию в своей структуре, то вам гораздо проще будет вырасти. Потому что уже независимо от вас, хотите вы или нет, ваши люди начнут рекрутировать и обучать. И точно так же будут передавать своим людям рекрутировать и обучать. И точно так же это будет идти дальше рекрутировать и обучать. Это даст вам огромное усиление. Грубо, но я вам очень часто говорила такие моменты. Представьте, вот вы. Вы пригласили пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый из них пригласил по пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я не буду рисовать. Дальше. Каждый. Каждый из них пригласил по пять. У вас будет структура разрастаться в геометрической прогрессии. Вы можете самостоятельно просчитать, какое количество людей может к вам прийти. Дам одну лишь рекомендацию, которая может вам помочь. Период состоит из трех недель. Сделайте так, чтобы первая неделя, первая неделя, вы приглашаете пять человек. Это вы. Потом вторая неделя, ваши люди приглашают пять по пять. Это будет двадцать пять. Третья неделя, двадцать пять человек приглашают по пять. Это простая схема. Она может быть десять, там может быть два человека по два, три по два. Если вы хотите ускорить этот процесс, тогда возьмите и усильте это. Пусть десять вы пригласили, обучили их рекрутировать. Они приглашают каждый по десять. Следующие приглашают каждый по десять. И тогда геометрическая прогрессия с ускорением начнет помогать вам создавать большие структуры. Давайте посмотрим, что такое вообще рекрутинг. Это я вам принцип рассказала. Я даже знаю, что вы это знаете. И даже знаю, что вам рассказывали об этом наставники. Это для всех сетевых компаний. Для настоящих сетевых компаний. Но все-таки некоторые люди воспринимают, что... Сейчас, секундочку. Некоторые люди воспринимают рекрутинг, это подписать человека. То есть вы поговорили с ним, нашли его, поговорили, пообщались. Подписали и все. И многие думают, что это рекрутинг. На самом деле, рекрутинг... Рекрутинг по-другому. Рекрутинг это общий большой процесс того, что будет происходить в вашей структуре. Рекрутинг делается. Это доведение до результата. Если у вас не состоялся рекрутинг, результата вы не получите. Из чего же он состоит? Рекрутинг состоит... Первое. Поиск. Второе. Вовлечение. Третье. Удержание. Многие воспринимают поиск как за рекрутинг. Представьте, вы поискали людей. Но нашли вы их. Но вы их зарегистрировали. Но вы ничего не рассказали, не вовлекли их никуда. И, соответственно, рекрутинга не состоялось. Соответственно, человек пришел, может быть, один раз сделал заказ, а может, вообще больше не делал. Если вы их вовлекаете все-таки, ищите и вовлекаете, прекрасно. Но суть в том, что вы должны их обязательно удержать. Удержать это не значит взять за руку и прямо вот держать, или привязать к батареям. Удержание – это мотивационные программы и многое другое. Давайте рассмотрим, что входит в поиск. 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 Что происходит в поиске? Наверное, самое простое, то, что вы это знаете. Где брать людей? Где можно брать людей? Огромное количество методик существует, где брать людей. У меня есть огромное количество статей, которые вам помогут определиться, где их брать. Я просто скажу, существуют холодные контакты, существуют теплые контакты. Теплые тех, кого вы знаете, холодные, которых вы не знаете. И там огромное количество рекомендаций и все остальное. То есть самое важное – определиться, где брать людей. Где вы их будете брать. На кого вы выйдете? На теплые контакты, на знакомых или на холодные контакты? Определитесь. Следующий пункт, который здесь есть – кого приглашать. Здесь вы должны определиться и с возрастом, кого вы будете приглашать. Мужчин или женщин. Какие социальные там статусы и тому подобное. Кого приглашать определиться. То есть составить какой-то список. Список знакомых. Или составить список, по каким местам вы пойдете и начнете приглашать людей. Определиться, кого. Следующий пункт. Сколько. Сколько вы будете людей приглашать. И здесь вот важно в месяц, в период, в неделю, в день. Многие думают, что вот я в месяц пригласил одного-двух человек. Супер рекрутинг состоялся. Супер будет движение. Не будет. Если вы не будете регулярно, начиная от дня, и заканчивая неделей, и потом заканчивая периодом, и заканчивая потом месяцем, регулярно приглашать людей, не будет у вас большой структуры, которая будет приносить действительно оборот. Потому что всегда необходимо приглашать. Но это только от вас зависит, какое количество вы будете приглашать. То есть сколько вы будете приглашать вот в эти периоды. Подумайте, определитесь и для себя запишите. Определитесь, планируйте это для себя. Составьте бизнес-план для себя. И выполняйте его. Давайте посмотрим, что такое вовлечение. Вовлечение. Что значит вовлечение? Вовлечение это на что вы приглашаете людей. Это очень важный фактор. На что вы приглашаете. То есть вот вы нашли людей. На что вы их приглашаете. На какой вид деятельности. Какой вид деятельности. Помните, мы с вами рассматривали. Мы рассматривали с вами. Сейчас еще раз вернемся. Какой вид деятельности. Чтобы они пользовались и экономили. Чтобы они продавали или делали консультационные продажи. Или чтобы они создавали команду. На какой вид деятельности вы приглашаете. Это очень важно. Если вы приглашаете только на пользование. Вы должны понимать, чтобы у вас были хорошие обороты. Консультантов должно быть намного больше. Если вы приглашаете на консультационные продажи. Или на продажи. Вы должны точно понимать, что эти люди действительно будут продавать. Потому что не все продают на большие суммы. Некоторые только на маленькие. Но если вы хотите, чтобы они продавали на большие суммы. И зарабатывали хороший дополнительный доход. Вам необходимо обучить их. Дать методики по продажам. Если вы приглашаете именно на построение структуры. То этот вид деятельности особенно необходимо обучать. Какой вид деятельности вы приглашаете. Когда вы разговариваете, проводите рандеву с людьми. Встречу, бизнес-встречу. Какой вид деятельности вы предлагаете. От этого будет зависеть ваш рост и ваше будущее. Следующий пункт. Какой вид деятельности. Знаете еще какой вид деятельности я запишу. Там я его не указывала. Это бизнес-возможности. Бизнес-возможности от Фабрлик. Сегодня столкнулась с ситуацией. Я даже не ожидала. Разговаривала с одним консультантом. И задала вопрос. Какие виды деятельности существуют в компании Фабрлик. И поняла, что очень многие не знают, какие виды деятельности существуют в компании Фабрлик. Но самые простые экономия, продажи и построение структуры люди знают. Но бизнес-возможности от Фабрлик многие не знают. Я сейчас напишу несколько пунктов вам в помощь, чтобы вы знали. Первый пункт. Бизнес-возможность это построение сети. Вторая бизнес-возможность это АП. Агентские пункты или сеть АП. Понятно? Третий вид бизнеса. Не просто построение сети, а именно квалификационный рост. Квалификационный рост. Смотрите, какой момент. Я вам написала несколько видов деятельности. Построение сети может быть до квалификации директора. То есть сеть, например, вице-директора достигают. Люди создают свою команду и довольствуются этим. Если этого человеку достаточно, без проблем. Открывают агентские пункты. В своем городе, в другом городе. Или сеть агентских пунктов в своем городе или в другом городе. Квалификационный рост. Соответственно, это вы сразу же изначально при вовлечении рассказываете, что есть такой момент, что можно получать бонусы от компании. Это очень важно. Смотрите еще какой момент. Это понятно? Еще во вовлечении существует еще несколько пунктов. Во что он будет встроен? Одно дело увлечь, вовлечь человека, рассказать, какие преимущества, денежные доходы и все остальное. Как у нас здесь здорово, какие мероприятия есть и все такое. Но во что он будет встроен? Очень важно, чтобы человек пришел, и вы обязательно его встроили. Важный пункт, во что встроен? Во что встроен человек? Давайте рассмотрим, какие пункты бывают. В какое обучение? Человек зарегистрировался. Все. Ему интересно. Он сказал, меня интересуют консультационные продажи. Какое обучение ему необходимо дать? Ему необходимо дать обучение, как работать с клиентами и многое другое. Если он хочет строить структуру, какое обучение он должен получить? Определенное. Поэтому вот здесь вы решаете, на что человек пришел, в то и обучение вы его встраиваете. Далее. В какие мероприятия? Мероприятия. Какие семинары ему необходимо посетить? Какие, например, совместные рекрутинги он будет делать? Что он будет делать? Какие мероприятия его усилят и ускорят его рост? Это должно быть у вас обязательно. Следующий пункт. Это какие системы развития у вас есть? В какие системы развития? Ведь существуют абсолютно разные системы развития. Существует система развития, например, человек боится, не уверен, и эта система развития личностная. Но может быть, существовать система развития, это уровень компетенции. То есть, человек пришел, он ничего не умеет делать. И он развивает свои компетенции, развивает свой мозг, учится мыслить по-другому. Какая система развития у вас есть? Если вы не знаете, и у вас нет этой системы обучения, развития, посмотрите, кто рядом находится, какие системы существуют, какие мероприятия, какие обучения, пока вы сами не научились, встраивайте их туда. Запускайте их в систему, пусть они обучаются, пусть они получают уровень знаний. Тогда им гораздо проще будет стартануть. И используйте эти ресурсы. Следующий момент. Какие доходы? Какие доходы? Какие доходы достижения квалификации? Как только человек пришел, вам очень важно с ним проговорить, каких квалификаций он хочет достигнуть, какие доходы он хочет получать. Это нужно в самом начале, когда вы только рекрутируете, когда вы только говорите. Очень важно встроить его вот в это движение. Понимаете? Чтобы он распланировал вместе с вами свои шаги, свои действия. Поэтому, в какие доходы вы его встроите, и какую квалификацию вы ему пропишите, вот от этого и будет зависеть, какие действия он будет делать. Чтобы он, вот он пришел, он захотел это делать, вам нужно обязательно сделать стартап, сделать определенные шаги, чтобы он двинулся вперед. Чтобы он четко понимал, куда ему двигаться. Теперь, смотрите, у нас еще остался пункт, это удержание. Удержание. За счет чего мы можем удерживать консультантов. Я, конечно, понимаю, что продукт замечательный, но человек, может быть, в этом периоде купил продукцию себе, в следующем периоде не купил. Правильно? Как сделать так, чтобы он регулярно и активно делал заказы, регулярно и активно рекрутировал. Это от вас зависит. И здесь есть шикарные моменты, потрясающие от компании. И я много об этом говорила, но сейчас еще раз напомню. Здесь очень важно, какие мотивационные программы вы ему дадите, и за счет чего он удержится, за счет каких мотивационных программ он будет делать постоянно заказы и будет двигаться. Давайте рассмотрим несколько мотивационных программ. Просто чисто под запись запишем, вы все о них знаете. Первая мотивационная программа. И особенно сейчас она важна, я обязательно ее запишу. Это быстрый старт. Скажу вам по секрету, и вероятнее всего многие уже из вас знают. Но те, кто не знает, я говорю. Теперь с четвертого периода быстрый старт будет не три периода, а шесть. Шесть периодов быстрый старт. То есть у наших консультантов новых появляется шикарнейшая возможность действительно справиться с этим. Потому что это в два раза увеличили срок, когда человек действительно пришедший может достигнуть квалификации за шесть периодов и получить шикарнейшие бонусы. Но это другая тема. Быстрый старт. Мотивационная программа. Удерживающая? Удерживающая. Следующий пункт. Это стартовая программа. Стартовая программа. Для новичков. Соответственно, ваш действительно консультант будет делать или 25 регулярно баллов, или 50, двигаясь по стартовой программе и получая подарки. Ему хорошо, у вас стабильно, постоянно идет удержание объемов ваших людей. Следующий пункт. ВИП-программа. ВИП-программа. Я сейчас не буду заострять внимание, что такое ВИП-программа. Вы все видели ролики. Кто не видел, обязательно зайдите на мотивационные программы, которые у меня записаны на блоге и посмотрите. ВИП-программа – это 100 баллов, которые делает консультант и получает огромное количество преимуществ. Это тоже удержание. Следующий пункт. Самый простой. Скидки и акции. Давайте мы запишем туда дальше. Скидки и акции. Компания Фаберлик сейчас предоставляет огромное количество акций и огромное количество скидок. Я вас всех поздравляю с тем, что в каталоге цены заморожены. То есть цены не поднимаются. Соответственно, огромное количество, во-первых, люди могут получить, во-вторых, они большему количеству могут предложить продукта, то есть привлечь наибольшее количество людей именно в компанию Фаберлик. Потому что именно в компании Фаберлик цены не увеличиваются, в отличие от других сетевых компаний. Потому что у многих сейчас, с марта месяца, поползут цены вверх. Соответственно, их клиенты скажут, «А я не могу это купить». Соответственно, куда эти клиенты пойдут? Тем людям, которые начнут рекрутинг и привлечение в компанию Фаберлик. Клиентов и других консультантов. Скидки и акции. И еще один из пунктов – это акции для наставников. Сейчас идет акция с украшением. Следующая акция будет потрясающая с четвертого каталога, где наставники смогут получить по итогу шикарнейшее постельное белье. Следующие акции я не знаю, но в любом случае акции для наставников существуют. И очень важно их использовать. Что такое наставник? Наставник – это тот человек, тот консультант, который приглашает свою структуру людей. Соответственно, он становится наставником, соответственно, он может участвовать в этих акциях. Для того, чтобы… Ну, так, не буду говорить. Дальше следующий пункт. Мы здесь подчеркиваем. Помните, мы с вами говорили, за счет чего мы можем удерживать? За счет мотивационных программ, когда человеку очень выгодно и интересно. Следующий за счет чего? Какие процессы… Процессы… Сопровождения… Если те люди, которые приглашают людей, своих консультантов новых, встраивают их в мотивационные программы, но не сопровождают их на протяжении делания этих объемов, то могу сказать, что ваши консультанты будут, будут, будут делать, а кто-то уже перестанет в какой-то момент. Поэтому очень важно и очень хорошо удерживать своих консультантов, действительно, и удерживаться самому, какие методы сопровождения вы используете. Какие же они существуют? Совместные действия. Очень многие люди боятся каких-то вещей, боятся продавать, не умеют, и поэтому этот страх срабатывает на то, что они этого не делают. Если вы делаете первые совместные действия, помогаете, но практически за руку ведете консультанта, сопровождаете его на несколько встреч или проводите с ним, соответственно, несколько бизнес-встреч, то ему становится проще, и он потом начинает уже самостоятельно это делать. Поэтому очень важно определиться совместные действия, которые вы будете с ним делать. Следующее. Это передача знаний, умений и навыков. Конечно же, кто-то мне может сказать, конечно же, мне скажет, что навык невозможно передать. Соглашусь абсолютно. Но если вы покажете свой навык консультанту, как вы это делаете, и он увидит, что это не так сложно, то вы ему, конечно, не передадите свой навык, но он, по крайней мере, возьмет за пример это и попробует сделать или так же, или что-то подобное. Поэтому знание обязательно, умение вы отрабатываете в совместных действиях, а навык вы показываете, как делаете это вы, чтобы убрать страх и неуверенность у вашего консультанта. Какие еще процессы? Это отработка и дубликация. Что такое дубликация? Дубликация – это повторение тех же самых действий, которые делали вы, которым вы обучали своего консультанта. Вы делаете совместные действия, обучаете его, показываете и смотрите, как он отработал. Как только он отработает это, как только у него появится хотя бы маленький навык в этом, в какой-то деятельности в компании Фаберлик, ну, например, для привилегированных это как правильно пробить заказ, это своего рода навык, ему нужно отработать, это я вам на мелком говорю. Как правильно рекрутировать, как правильно продавать. Как только он приобретает хотя бы небольшой навык, у него произошла отработка этого навыка. И после этого он может уже передавать знания, умения и навыки своим консультантам. Соответственно, он повторит вас, потому что дубликация – это повторение того, что делаете вы. Если вы приглашаете консультантов и не обучаете их, дубликация будет один в один, значит, ваши консультанты не будут обучать своих людей. Поэтому задумайтесь, что ваши консультанты приглашенные дублицируют от вас, в чем они вас повторяют. Следующий пункт. Следующий пункт – это четкий план роста и развития. Четкий план роста и развития. Смотрите, если вы поможете вашему консультанту прописать четкий план, как он будет расти, потому что, помните, мы изначально говорили, какие у него есть желания, какие у него есть направления, и он должен действительно к этому прийти. Когда вы пропишете, обязательно нужно помогать и контролировать его действия, чтобы где-то подсказать, где-то ответить на его вопросы. Но четкий план должен быть обязательно, потому что это определенный процесс. Это определенный процесс сопровождения. Смотрите еще какой момент. Тут можно еще огромное количество пунктов написать. Я просто вот так объединю и напишу. Системы процессов. Системы процессов. Что такое системы процессов? Если у вас существует система процессов продаж, то есть разные способы, но они встроены в разные мероприятия, в разные дни открытых дверей, мастер-классы или еще что-то. Если у вас есть система, и в эти процессы вы встроите людей, это будет своего рода сопровождение, потому что там они будут общаться с другими консультантами. Они будут приобретать опыт не только ваш, они будут смотреть на тех людей, которые в этих системных процессах участвуют. Если у вас этого нет, задумайтесь, какие системные процессы вы можете сделать. Если у вас не получается, вы не знаете, обратитесь к своим наставникам, пусть они вам в этом помогут. Или просто-напросто встройте своих консультантов системные процессы своих наставников. Я думаю, что наставники однозначно не откажутся, потому что они должны быть кровно заинтересованы в росте вашем. Потому что если вы растете, если вы поднимаетесь в квалификации, то соответственно ваш наставник получает определенный доход от вас. Поэтому поговорите с наставником. Договорились? Давайте запишем несколько пунктов, всего три пункта, которые обязательны в системных процессах. Системные процессы – это обязательно обязательно обучение, обязательно действие и обязательно достижение результата. Достижение результата. Все просто. А теперь давайте посмотрим, как разработать цель своего рекрутинга. Разработка цели рекрутинга. Цели рекрутинга. Что значит разработка цели рекрутинга? Очень многие идут и просто рекрутируют. Они просто это делают, потому что вроде бы как это надо. Как вроде бы они хотят расти. Но если вы не разрабатываете свою личную цель, зачем вам нужен рекрутинг, для чего вы рекрутируете людей, какого результата вы хотите достигнуть, то ваш рекрутинг, он будет, знаете, такой пустой. Потому что вы можете или не доделать, или не в правильные мотивационные программы встроить. Поэтому очень важно понимать, если вы идете рекрутировать, что по итогу, какого результат вы хотите получить. Давайте рассмотрим, какие моменты есть именно для того, чтобы разработать свою цель рекрутинга. Первое. Первое. Какой цели вы хотите достигнуть? Какой цели вы хотите достигнуть? Подумайте. Если квалификация директора, у меня есть ролик по поводу технический способ достижения квалификации директора. Это или 30 человек по 100 баллов, или 60 по 50. Определитесь, какой цели вы хотите достигнуть, рекрутируя людей. Тогда и рекрутинг у вас будет совершенно другой. Следующий вопрос, который необходимо задать себе. Это. На какие позиции хотите рекрутировать? На какие позиции хотите рекрутировать? Очень многие просто подписывают привилегированных покупателей. Помните, мы с вами говорили, что есть позиция консультант-продавец, есть позиция продавец, есть позиция руководитель структуры, и есть бизнес-процессы в компании Faberlic. На какие позиции вы бы хотите рекрутировать? Кого бы вы хотели видеть в своей структуре? Кого вам нужно для достижения своей цели? Потому что от этого зависит очень многое, и с этим очень важно четко определиться. Третий вопрос, который необходимо себе задать. Какие целевые какие целевые социальные группы социальные группы будете рекрутировать? Ой, будете рекрутировать? Существуют абсолютно разные социальные группы в жизни. Какие они есть? Рабочие. Ну, на предприятиях работают, или где-то вот рабочие люди, которые работают где-то. Это могут быть домохозяйки. Опять же, понимание. Домохозяйки по принципу муж много зарабатывает. Это вип-персона, то есть это вип-клиент. Нужно понимать, если вы их рекрутируете. Или это мамочка села с ребеночком дома. А вот родился ребеночек, и ей пришлось стать домохозяйкой. Это совершенно другой вид социальной группы. Это могут быть бизнесмены. Это могут быть в скобочках предприниматели. Подумайте, кого вы будете приглашать. И это могут быть другие сетевые компании. Другие сетевые компании. Очень хорошая группа другие сетевые компании, потому что очень много консультантов из других сетевых компаний приходят ко мне сейчас в структуру. Возможно, там трудности. И я точно знаю, что в некоторых компаниях появляются трудности. Важно другое. Вы можете эту социальную группу обязательно записать в свой список рекрутинга. Но здесь тоже нужно определиться, потому что другая сетевая компания, это не значит, что просто вы пришли в компанию и начали говорить. Какие могут быть люди в других сетевых компаниях. Вы можете простых консультантов приглашать. Консультантов. Правильно? Это те, которые пользуются другим продуктом и заинтересовать его нашим. Это могут быть лидеры. лидеры в компаниях. Это могут быть уже директора, статус. Я напишу квалификационная группа. Если вы пригласите квалификационную группу, то есть человека, который достиг определенного статуса, то ему практически объяснять-то толком не нужно. Ему нужно только рассказать маркетинг-план, показать, где лежат деньги, сравнить два маркетинга, какой у них, какой у нас. Простите. Чтобы он увидел, что он может у нас заработать гораздо больше. И он уже сам самостоятельно все сделает. И это могут быть клиенты. Ведь очень многие клиенты пользуются другими сетевыми, ну, продуктом других сетевых компаний. они, может быть, не знают, что в компании Faberlic есть шикарные продукты. И сейчас особенно, когда начнут подниматься цены в других сетевых компаниях, у нас заморожены, то клиентов большое количество можно привлечь. Как на клиентов, точно так же и рекрутинг в компанию. Пусть зарабатывают тоже деньги, пусть пользуются нашим продуктом на экономии. Смотрите, что вам необходимо сделать. Мы сейчас сделаем просто акценты на том, что я говорила. Делать. Делать. Самое важное ответить на все те вопросы. Ответить на все вопросы для себя. Помните, мы говорили, кого вы приглашать будете, как, куда вы встраивать будете. То есть, вы должны сделать капитальную определенную подготовку, прежде чем вы пойдете на рекрутинг. Потому что потом уже некогда будет делать. Лучше сейчас подготовить полностью поиск вовлечения и удержания. И если у вас это будет готово, то всех людей, которых вы будете приводить, они будут автоматически включаться и включаться в то, что вы для них приготовили. Поэтому ответьте на все вопросы лично, конкретно, по своей цели. Для чего вам необходим рекрутинг. Дальше. Следующее очень важное. это распланируйте пошагово распланируйте шаги. Это распланируйте шаги. Сделайте это, чтобы было все пошагово. Чтобы было пошагово по поиску где вы ищите, сколько ищите. пошагово распишите по дням. По вовлечению. Что говорите, как расписываете, какое бизнес предложение делаете по вовлечению. И распишите все пошагово по удержанию. шагово вовлечению. Вот он пришел, он делает первый шаг. Потом дальше он делает следующие шаги. Какие будут это шаги для момента удержания. Следующий важный пункт, который вам необходимо сделать, это. Определите, с кем вы это будете делать. Определите с кем. Определите с кем. Может, вам не с кем, поэтому вы будете это делать сам. Сами делайте. Просто не бойтесь, начните делать сами. у вас тогда опыт приобретется, и вы гораздо более компетентными станете. Но лучше, конечно, если это делать вместе. Вместе со своим наставником, вместе с какими-нибудь лидерами параллельных структур. Договоритесь, какие-то мероприятия совместные сделайте, тогда вы усилите друг друга. Поэтому вам нужно определиться, с кем вы это будете делать. Следующий шаг. Следующий важный шаг. Через что вы будете делать? Через что? Помните, я говорила оффлайн или онлайн? Огромное количество методик есть, как в оффлайне, то есть на земле, точно так же в онлайне. Огромное количество методик и технологий, как рекрутировать. Поэтому определитесь, где вы будете. Только здесь двигайтесь, расписывайте. Только здесь я рекомендую использовать оба метода. Но это для тех, у кого действительно очень высокая цель. Если у вас высокая цель, тогда используйте два крыла. Это оффлайн, это онлайн. Когда птица летит, два крыла лучше помогут ей лететь. Если одним крылом она будет крутиться вокруг своей оси. Понятно, о чем говорю? Это также, знаете, как однажды, много лет назад, мой наставник нарисовал мне одну картинку, которая для меня сыграла большую роль. Но там мы говорили про продажи и про рекрутинг. А сейчас я могу эту картинку нарисовать. Представьте, вот лодка. Лодка. У нее есть два весла. Одно весло это оффлайн, другое весло онлайн. Если вы будете только в онлайне, то лодка будет что делать? Она будет крутиться. вокруг своей оси. Если только в оффлайне, то лодка тоже будет крутиться вокруг своей оси. Я рекомендую, чтобы ускорить процесс, именно сделать, использовать и ту методику, и другую методику. Подготовьте все пошагово. Подготовьте подготовьте для новых консультантов. Для новых консультантов по всем шагам все подготовьте. По всем шагам. Давайте повторим, какие они есть. это поиск, но не просто поиск, а плюс проведение рандеву. Проведение рандеву. Проведение рандеву. Рандеву это небольшая презентация, встреча, на которой вы рассказываете все преимущества, то есть вовлекаете заинтересовываете и вызываете огромное желание у человека, которого вы нашли прийти именно в компанию Фаберлик. Следующее это вовлечение и плюс встраивание обязательно в разные процессы встраивания. В системные обучения, в системные действия, встраивайте обязательно их, тогда вы их на самом деле вовлечете. И удержание. Удержание плюс дубликация. На самом деле я могла бы вам показать только вот эти четыре, то есть вот эту картинку и не рассказывать все, что было до этого. Но я решила рассказать для того, чтобы вам было гораздо понятнее. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые меня смотрят и это знают. Но я прекрасно понимаю, что эти люди могут показать это своим консультантам и тогда может быть они услышат меня, а не вас, потому они вас не слышали. Очень часто бывает такое понятие нету пророков в своем отечестве. Например, я что-то говорю, мои консультанты не воспринимают. Где-то они услышали мне говорят, Таня, представляешь, и я улыбаться начинаю, потому что я очень долго об этом им говорила. Поэтому очень важно использовать вот эти пункты в рекрутинге. Тогда ваш рекрутинг принесет вам большие результаты. Тогда этот рекрутинг даст вам возможность вырасти по квалификации, получать стабильно растущий доход. Смотрите, самое важное, вот это вы сделали и вперед. помните, что если даже вы расписали все, и вы такой молодец, все сделали, но не сделали самое важное это действие, ничего не будет. Обязательно нужно применить все то, что вы сделали. Смотрите, и очень важно учитывать, очень важно учитывать, посмотреть, какая мотивационная программа будет в следующем периоде, потому что подготавливаться нужно до того, как наступила мотивационная программа. То есть посмотреть, посмотреть, какая мотивационная программа для рекрутинга. Вот в следующем периоде, в четвертом, у нас как раз будет шикарнейшая мотивационная программа метод рекомендаций. Потрясающая мотивационная программа. Там просто нереально можно вырасти. Но об этом я расскажу вам в следующем видео. Пока!